Маска. У каждого будет своя маска. Это специальная фирмольная маска. Выдерживает удара шариков с любого расстояния. Хоть в упор. Защищает она ваше лицо. Самое главное, она защищает ваши глаза. Синяки, за которыми вы приехали, я так понимаю, что приехали за синяками, это такой синяки заживут. Понятно, да, ребята? Да, довольно-таки бывает обжигающий. Даже взрослые мужчины бывают скрыкивают так. А! Потер это место. И уже не больно. Все, он уже в другой раз идет, прячется, он поднимает, что было-то больно. А вдруг сейчас еще раз попадут. Понятно, да, ребята? Вот это все так вот. В мгновение больно, а в том же не больно. Понятно, да? Но если вам в глаз попадет, и вы на площадке снимете маску, то глаз выйдет. Это серьезно. Поэтому давайте договоримся. С этой стороны сетки вы видели. Можно ходить безопасно. Без маски. Понятно, да? Как только на ту сторону заходим сетки, маска должна быть на лицо. И снять ее можно только опять, выйдя на эту сторону сетки. Значит, что нужно узнать? У маски, вот здесь резинка, на резинке два карабинчика. Постарайтесь их подальше друг от друга раздвинуть. Таким образом, вы ее сделаете меньше. Поняли, да? Растянули вот так вот. Ну, как бы получается, вы как бы наоборот ее стянули. Поняли, да, ребята? Вот. Сделали подальше друг от друга. Отдели на затылок. Опустили на лицо вот так. Все. Погрело уже практически готово. Понятно, да? Я теперь можно только выйдя на эту сторону сетки. При попадании сюда шарик тоже разобьется и краска, возможно, полетит вам на лицо. А на корень или на вкус такой характерный, гликоватый бус, но безвредный. Идите, клюйтесь, лгайтесь, но маску не снимаем. Понятно, да? Значит, у всех будут перчатки еще, вот такие чистые перчатки, дадим. Но жизнь вас заставит сегодня ползать, а там пыли и грязи будет больше, чем достаточно. Перчатки станут глядными. Я вас прошу, не надо стекло тереть перчатками ни снаружи, ни снутри. Там будет брызгалка стоять на столе, бумажа будет чистая. Взяли, побрызгали, бумажки рулончик взяли, вытерли, выкинули. Понятно, да? Если надо, еще раз опять побрызгали, опять бумажки вытерли. Но не перчатками, я вас прошу. Иначе это все равно, что вот это, вот стекло сейчас возьму наждачку, по пластмассу начну наждачки водить. Представляете, да? Царапины будут, вы ничего видеть не будете, здесь портите маску. Не надо. По маске все понятно? Кроме маски, у каждого из вас будет оружие. Маркер, Типман, полуавтомат. Что такое полуавтомат? Одно нажатие на впусковой крючок, ну курок некоторые называют, да, его? Так вот, одно нажатие, один выстрел. Сейчас будет выстрел, не пугайтесь, а то некоторые девушки сразу играли, дружка, не пугайтесь, не пугайтесь, холостой будет выстрел, понятно, да? Так вот, одно нажатие, один выстрел. Ребят, если вы хотите выстрелить человеку, чтобы он не понял, что с ним произошло, нужно на него навести и сделать несколько выстрелов, понятно, да? Чем быстрее нажимаем, тем быстрее оружие стреляет. Все за вас будет делать воздух, находящийся в этом болоне. У болона есть манометр, стрелочка, показывает давление. Нормальное давление один с половиной, два, два с половиной, до трех. То есть больше, чем один с половиной играть можно, поняли, да, ребят? Меньше, еще тоже можно играть, но скоро воздух закончится. Оно постепенно падает, падает. Смотрите, ага, уже меньше, чем один с половиной. Подойдите, там будет девушка наша, Саша, стоять. Она вам измельчает две секунды и сделает опять больше. Поняли, да? И можно играть игру следующую. Перед каждой игрой мы вам об этом будем напоминать. Значит, что нужно знать по этому оружию? У оружия есть предохранитель. Вот здесь вот она, на спусковым крючком. Вот она, маленькая кнопочка. Левой рукой надавил, она провалилась и вырезал с правой стороны. Правой рукой надавил, она провалилась и вырезал с левой стороны. Запомните одну простую вещь. Все правшие, я надеюсь, да? Я, Левша. Левша. Ребят, ну, короче говоря, правой рукой снимается с предохранителя, поняли, да, и оружие стреляет. Чтобы поставить на предохранитель, перед тем, как выйти в зону безопасности, останавливаемся с той стороны сетки, кнопочку давим туда. И у каждого на резинке будет такая заглушка еще болтаться. Оттяните ее, оденьте на стол, и потом доходим в зону безопасности. Здесь уже, если на предохранителе вы выстрелить не сможете. Но если даже вы вдруг забыли поставить, или вдруг нечаянно снялись, ну, бывает, ребят, непроизвольно так. И бас вызвал, произойдет. Так, у шарики, шарики начнут лететь. И вот эта штучка примет удар на себя в зоне безопасности. И спасет здесь чье-то зрение. Ну, от синих, конечно, выучить. Ну, может быть, зрение даже. Понятно, да, ребят? Давайте так. Это обязательно хорошо. Мы вам об этом тоже будем напоминать. Хорошо. Не обижайтесь. Некоторые выходят. Да у меня на предохранитель. Ну и что? Одень. Так, спокойнее, тебе и всем. Ты же не вот так вот ходишь, чтобы себе выстрелить. Ты ходишь вот так. Вот даже вот сейчас там нету потом. Ну, уже как-то все напрягнулись. Согласитесь, да? А вот это дело, как-то всем спокойно на душе. Вот давайте соблюдать эти правила. Значит, сюда. Вам будут просыпаны шарики. Сразу помещается 200 штук. На первый бой это вам вот так хватит. Еще у кого-то останется половина. А у кого-то, может, и полный он останется. Почему? Да потому что его убьют на первых секундах. И такое будет. Понятно, да? Не расстраивайтесь, кого убьют на первых секундах, ребят. Не расстраивайтесь. Игра первая будет минут пять, не больше. За это время лучше у нас. У нас уже были все фактически. А? У нас три раза на этой площадке. А, ну хорошо. То есть выходите, через пять минут пойдем, потом будем жизнью играть. Можно будет оживать и опять заходить, и опять играть. Понятно, да? Об этом мы вам еще все расскажем. На всякий случай. Сверху вот тут есть затвор. Ну бывает, не стреляете. И у этого затвора какой-то препятствий. Случайно ударился. Зацепил за что-то вот так. Снято с предохранителя. Ну оружие не стреляйте. Не растеряйтесь. Просто попробуйте его до конца. И оно должно стрелять. Понятно, да? Все. Поражением считается пятно краски. Диаметр 4-5 см. Брызгеть не считается поражением. Бывает, вас попали даже с большого расстояния. Но шарик не раскололся. Можно играть. Поняли, да, ребят? То есть если по-честному играем. Смотрим, ага, нет? Пятно, можно играть. Есть пятно, выходим. Не надо так делать. А! 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 Четыре раза не попали. Понятно, да, ребят? Давайте так. Есть пятно, выходим, нет? Играем дальше. Я к вам придираться как судья не буду. За мной специально бегать охотиться не надо. Я буду отличаться явно внешним видом. Не надо с меня специально стрелять. Ладно, селенаправленно так. Бывает там где-то оказался случайно, достал, сам не навал. Так вот. Ну так, что селенаправленно не надо. Не надо, да? Вот. Придираться к вам не буду. Спорный вопрос. Постараюсь решить вашу пользу, ребят. Ну, чтобы вы поиграли. Но! Бывает наоборот. Вот так, говорите. Девушку убили, она раз и идет мне у меня. Я говорю, куда попали? Я говорю, что нет пятно, я скажу, играй. Хочешь играть? Не хочешь, можешь выйти. Но я разрешу играть дальше. И бывает наоборот. Сиди, стреляй в человек. Ему в маску попали вот здесь. У него пятно здесь. Он не видит, а продолжает стрелять. Я не почувствовал ничего. А я вижу, на нем есть пятно. Я скажу, убитый. Признайте себя убитым. Понятно, жарико. Ну, придираться не буду. Но если есть, я скажу. Вот. Дальше. Играем там, где есть свет. Темные, отгороженные комнаты. Ленточками за навесными различными завешанными. Там ни одна лампочка никогда не горела. Ребят, не надо туда ладить. Провалитесь куда-то. Я вас просил. Не надо вот туда. Хорошо? Места много. Сейчас коридор свет выключен. Потом включим свет. И там поиграем. Везде поиграем. Но только там, где есть свет. Хорошо? Все. Значит, там второй этаж будет. Болкончик. Не надо со второго этажа прыгать вниз, ребят. Я надеюсь, что вы не додумаетесь до этого. А вы линии? Помни, пожалуйста. Нет. Был случай, когда залазили туда, как говорится. Но залазили не по лестнице, а в боку от него. Понятно, да? Вот. Аккуратно. Хорошо? Есть лестницы. Когда поднимаетесь, запоручки придерживайтесь. Спускаетесь, запоручки придерживайтесь. Аккуратно, ребят. Не торопясь, ребят. Смотри под ноги. И когда будете бегать, вот там проходы, если вы здесь уже играли, вы знаете, да? Они почему-то сделаны низкие. Ну, пожалуйста, ну, осторожно, не ударьтесь головой. Наклониться пройти можно. Все. Ну, если вы вот так будете бежать, ничего не вижу, проход сейчас сделаю шире, как Маша и Медведь, так не получится, ребят. Я думаю, Маша. Значит, вон, как он на лестнице, поедет Паша. Все понятно, да? Ребят, еще. Правила на ближнего боя. Просим, если есть возможность, не стреляйте друг в другую. Ну, если вы смогли сзади подобраться в противнюю... Ау. Ау или убить можешь. Ну, как ау. Я вспомню. Ну, ау, сзади там. Убийца, убей. Ну, как вам удобнее, ребят? Ну, так, так, ребят. Смотрите, вот человек сидит, мы подобрали сзади. Вот он сидит. Два метра. Промазать тяжело. Наводим оружие. Будем готовы стрелять. И кричит, ау, там, или убей. Ну, жди, нет, но нет. Если он разноращивался, пытайся его спить расцвеливать. Понимаете, да, ребят? Но, вот я, например, сижу и слышу, вот, ну, он мне кричит. Убийца. Или ау. Я поворачиваюсь и смотрю, а как экстрасенс, хотя нет, экстрасенс. Ну, мысли у него такие. Я знаю. Дернись, гад, убью. Понятно? Вот, я бы поднял борьбу, сказал, все-все-все-все, не знаю. Он же мог меня убить. Ну, да. Он мне просто словесно предложил сдаться. Но он мог выстрелить в тихую, в спину, и все. И я бы сам, ну, он предложил мне сдаться. Да, честно, сдаться. Но, если я пытаюсь себя убить, сразу стрелять даже не будет. Понятно, да? Вот. Ребят, все, в общем-то, я вам рассказал. Да, старайтесь шарики на землю не рассыпать. Но, если по какой-то причине рассыпите на землю шарики, ну, кучай, мы уронили там, и все, они земле не годятся. На них уже грязь привикла. Не надо их поднимать и ложить в оружие. Выведите из строя оружие. Не надо, хорошо? Там будет много валяться жариков. Даже не думайте пытаться их взять и пробовать использовать. Вы просто испортите оружие, не сможете играть. Вот такой случай, когда парень выходит. Все врухли, все все поняли. Он говорит, у меня оружие почему-то стреляет, а шарики не вылетают. Ну, бывает, два шарика вот тут встали, и мешают друг другу упасть. Чуть лиханули, а не двинулись, и все нормально. Я выхожу, давайте попробуем. Да, 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 не вылетает. Еще раз подряд. Не вылетает. Открываю, беру коробку пустую и высыпаю в коробку. А, сначала я отодвинул ее и посмотрел в пальцы. Чувствую, там что-то это, какой-то предмет посторонний. Взял, снял, высыпал в коробку, а там камень лежит. Я говорю, ну как вот, скажи мне, туда попал камень. Камень кривой, он встал, застрял. Конечно, шариком не дает никуда там провалиться. Ну как вот туда попал камень, объясни мне. Он так отворачивается, говорит, я только один шарик земли поднял. Какой? Один. Понятно, да, ребят? Ну, не надо ничего поднимать. Вот, в общем-то, все. Вопросы есть ко мне, ребят? Один, можно? Мы так делаем. Поражением считать, попадание в колено и выше, в локоть и выше, в корпус тела, в голову. Если вам попали по пальцам, это будет больно. Поверьте мне, первые действия ваши будут такие, ах! И вы уже боль снимете, поняли, да, можете дальше играть. Понятно, да? Попали ниже локтя, можно играть. Попали ниже колено, можно играть. Но если в колено, уже в руки. Понятно, да? Давайте так вот. Если вы согласны, по таким правилам. Оружие тоже не считается поражением. Ну, потому что оружие ниже локтя, понятно. Все понятно, ребят? Все понятно. Вопросы еще есть? Нет. Если будут вопросы возникать, пожалуйста, позовите судья, судья. Я подвигу, как говорится, и... Конечно, ребят, никаких там рукобашных бойков, сами понимаете, да? Аккуратнее, не надо проверять, есть заподвижение.